Мемориал в селе Благодатное Токмакского района существует уже 10 лет. За это время, благодаря работе поисковых отрядов со всей Запорожской области, были перезахоронены останки около полутора тысяч бойцов, которые погибли при штурме так называемых Пришипских высот. Останки 38 воинов хоронили со всеми почестями и традиционным троекратным залпом. Останки солдат обнаружили участники военно-исторического общества «Ватанк». К сожалению, удалось установить имена только двух погибших воинов. Остальные были погребены, как неизвестные. Все бойцы найдены на территории Токмакского района под час проведения пошуковых экспедиций протягом роков. Были как одинокие похоронения, так и по 10-15 человек найдены. Кроме останков солдат были также обнаружены их личные вещи, документы, боеприпасы. Тут соперные лопатки, подсумки для патронов, протегаз, котелки, ложки, кружки. Рядом с небольшой выставкой вещей, принадлежавших погибшим, разместились участники военно-исторической механической группы «Мелитополь-43». Среди них и Константин Дашкин, известный мелитопольский коллекционер военной техники. Благодатно он привез два мотоцикла времен Второй мировой. Несмотря на годы, полностью исправны. Из Мелитополя до Благодатного доехали своим ходом. Вот здесь представлен мотоцикл БМВР-35. Это во время войны ездили оккупанты. Этот мотоцикл Харлей Дэвидсон ВЛА-42, который получала Красная Армия по Ленд-Лизу. По предварительным данным, на Токмакской земле во время прорыва оборонной линии в Аттан погибло около 15 тысяч воинов. Их останки покоятся в безымянных могилах, поэтому поисковые операции будут продолжаться до тех пор, пока каждый солдат-герой не будет перезахоронен со всеми почестями. Седония Рыкелян, Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5.